Вот, сливной насос. Я буду вот так держать, а вы смотрите. Но это опасно для жизни, трюк выполнен профессионалами. Сейчас что-нибудь разлетится где-нибудь. И в одном из следующих видео мы прям запустим, то есть внутри будет вращаться барабан, когда вот этот шланг, именно срез шланга опускают ниже. Вот такой у нас происходит слив. То есть вот она, конструктивная, офигенская машина. То есть он берет отсюда же воду, идет, 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 идет. Сливные насосы для стиральных машин, как они устроены, как их заменить, как их отремонтировать, как проверить. Обо всем по порядку. Поехали. Итак, какие бывают разновидности сливных насосов? То есть как они делятся? На самом деле их существует не так много. И более того, они очень много взаимозаменяемы. Можно одной фирмы поставить вместо другой фирмы. И окей, все работает. Сливные насосы разделяются по мощности. То есть если брать вот такой сливной насос, он у нас, если я не ошибаюсь, 100 ватт. Но это от старой стиральной машинки. Он такой прямо массивный. Если брать современные, они примерно все 25-40 ватт. На всех примерно они, даже по форму-фактору, то есть по строению, они все примерно одинаково выглядят. Они по размерам одинаковы. Если брать более мощный, он сразу отличается. Катушка массивнее, сам весом массивнее. Но это старые насосы. Также есть насос для посудомоечных машин. О них мы говорим в другом видео. Они, да, отличаются, потому что там нужна большая производительность. В современных стиральных машинах практически все они одинаковы по форм-фактору. Первое самое важное отличие – это по креплению к улитке. Вот сливной насос. Из чего он состоит? Он состоит из улитки и мотора. Улитка уже, в свою очередь, имеет фильтр, который можно выкрутить. Это не фильтр в классическом представлении, что сеточка какая-то или еще что-то. Он защищает именно от длинных каких-то предметов, больших, объемных. Не от мусора, не от грязи, еще чего-то. Это все сливается. А вот, чтобы не попал какой-то спичка, саморезик, монетка, вот от этого всего защищает вот этот фильтр, его конструкция. То есть он просто вставляется, вкручивается, все. Больше ничего с ним не происходит. Он имеет уплотнительное резиновое колечко, вот здесь, которое упирается у нас вот в эту плоскость и тем самым герметизирует отверстие. Вот у нас он накручивается. Вот этот сливной насос, это сливной насос на саморезах. То есть у него есть вот здесь отверстие. На этом насосе пять отверстий, но крепится он именно на три отверстия, которые делят окружность на три равных части. Раз, два, три. Некоторые берут сливной насос и крепят их на вот эти отверстия. Раз, два, три. В результате вот эти они никак не задействуют. И вот здесь, вот в этой точке, то есть вот в этой точке, у нас не прижимается сливной насос и начинает подтекать. Такое очень часто бывает. Вот эти отверстия у нас нужны как вспомогательные для крепления кожухов всевозможных. Крепим мы насос, сам мотор насоса к улитке с помощью отверстий, которые делят окружность на три части. Раз, два, три. Вот эти диаметры, они у всех одинаковы. Здесь у нас уплотнительное колечко. Не забываем про него, потому что без него он спокойно болтается. Если мы этот насос соберем без вот этого уплотнительного колечка, то у нас, соответственно, будет подтекать. Колечко одеваем. И у нас уже плотно он вставляется. На улитке есть вот такие вот отверстия квадратной формы под саморезы. Чтобы не заморачиваться здесь с резьбой, еще с чем-то, производитель просто сделал квадратное отверстие, в которое мы вставляем саморезик, и он как бы пластик этот нарезает. Насос вставляется таким образом, чтобы вот эти три отверстия крепежных попали именно в отверстие. Не вот сюда куда-то в направляйку. Вот эта плоскость, это направляйка. Ответная ее часть, вот она. Раз, два, три. Бывают такие конструктивные улитки, что люди попадают направляющими, но не попадают в отверстие для крепления. Вот у нас тестовый кролик, стиральная машинка, на которой мы показываем все, как устроено. Мы стараемся не делать это на клиентской технике. Я не представляю, предположим, как устроен насос, где его, как к нему подобраться. А для начала мне надо что сделать? Для начала мне надо ее вот так вот нагнуть и посмотреть, что у нас снизу. Как видим, снизу у нас металл, то есть нету, все у нас закрыто, у нас поддон снизу. Самый простой способ это снизу. Если снизу у нас поддон, тогда мы ее ставим. И теперь нам нужно определиться, спереди съемная крышка или несъемная. Что мы делаем? Мы разворачиваем. О, смотри, как я могу. А? А? Цирк, ёпт, для вся лет. Разворачиваем. Ёпт, этот ламинат прорвал, бля. Надо ламинат стелить. Так, развернули. Смотрим, где у нас находится сливной насос. У нас фильтр сливного насоса находится на передней стеночке. Соответственно, у нас здесь есть крепежные винты. Вот этот, что за шланг такой? Не на всех сливных насосах есть вот такой вот шлангчик. Но это показатель того, что техника продуманная. Я вам рассказывал о том, что вода все время остается. И чуть-чуть водички всегда есть. Вот этот шланг и нужен для того, чтобы открыли вот эту заглушечку. О, тут даже еще вода осталась, прикинь. Сколько ей лет. И у вас водичка сливается. То есть, вот он, этот шланг, для этого вам и нужен. То есть, чтобы не через фильтр, чтобы у вас ничего нигде не подтопило, а именно вот через шланг удобную плошечку поставили, и через него слили все остатки. Остатки воды мы слили. Убираем нашу коробочку фердуина. Откручиваем фильтр. Еще может чуть-чуть водички подтечь. Для этих целей надо тряпочку припасти. Откручиваем фильтр. Такая здесь у нас конструкция. Всегда оттуда пахнет. Всегда оттуда подванивает. Здесь тоже у нас уплотнительное колечко. Но нам это не принципиально пока. Я вам хочу показать, как его поменять. Этот насос. Откручиваем. Наденький болтик крепления. На этой модели я ни разу не откручивал. Я даже, по-моему, ни разу такую модель не ремонтировал. Что это такой премиум класс, как бы, и он не часто попадается у населения. В основном это какие-то дешевые индезиты. Да, и вот, ну, то есть, мои действия были правильные. То есть, что я сделал? Я чуть-чуть сместил вбок. То есть, вот так вот сместил. Она смещается и спокойненько вынимается. Теперь мы обращаем внимание на крепление вот этой части, вот этой, к корпусу. Вот к этому. То есть, если мы наблюдаем вот здесь вот болтики, значит, у нас вот эта часть, она снимается. Для этого вначале откручиваем сзади болтики. Так, сейчас я покажу. То есть, вот у нас раз болтик, два болтик. Если мы будем пытаться ее снять, она не снимается. То есть, нужно вот так надавить. Крышка съезжает. И вот она у нас снимается. В большинстве случаев это так. Не важно, как машинка, причем не важно, какого производителя. Откручиваем верхние болтики. Откручиваем верхний болтик. Нужно снять лоток для загрузки порошка. И на передней панели очень часто, в большинстве случаев, есть два дополнительных болтика. Их мы и открутим. Открутили. И теперь аккуратненько стараемся ничего не сломать. Делаем фотографию того, как у нас контакты расположены. Снимаем один контакт. Снимаем второй контакт. Зачастую их не перепутаешь. То есть, там так устроены фишечки, что один не вставится в другой. Да, ну вот здесь вот видно, да, что здесь такая форма, здесь такая. То есть, местами их не перепутать. Если у вас не вставляется, не надо все равно запихивать, все равно заталкивать его туда. Мы разобрались, что у нас вот эти насосы вставляются в улиточку. И они делятся по типу крепления. В данном случае у нас три самореза. Но встречаются также насосы на защелках. То есть, которые вставляются, проворачиваются. И все, они зафиксированы. Бывают на трех защелках. Бывают на восьми защелках. Также могут быть на четырех винтах. Как насос, уже какой фирмы. Как осколы-то, там, пласа, там, улька, там, еще что-то, там, лейли, там, их очень много. И как он называется, это не принципиально. Конечно же, лучше выбирать оскол. О чем мы поговорим, когда будем разговаривать про бренды. Но главное выбирать по типу крепления. Кроме типа крепления, есть классификация насосов по контактам. Если мы возьмем классический насос, это самый популярный, самый дешевый насос. Самый дешевый, потому что он самый популярный, а не потому что он плохого качества. По качеству они все одинаковые. Если мы говорим про именно осколы. Сливные насосы, которые на 90% стиральных машин, и они совместимы. У них есть модели, которые подходят ко всему. То есть, везде можно на 100% стиральных машин поставить оскол. Бывает по типу питания. Все насосы, они на 220 вольт. То есть, не принципиально. Что так мы вставили провода, что так мы вставили. Два провода. Всегда два контакта, два провода. Но эти контакты могут быть раздельны. Как вот здесь, вот разведены под фишечки мама-папа. Могут быть вместе. И такой вот разъемчик, который сюда вставляется. Зачастую мастера приходят на заявку. Если там стоял такой насос, они ставят более дешевый. Да? Который не хуже качества. А просто его чаще покупают. Покупают большими коробками. Даже мастера покупают коробками у нас. Заказывают. Прямо, ну мы отправляем прямо коробкой. Там 36 штук, по-моему, в коробке. Это выходит дешевле для них. И здесь они переделывают вот такие контакты. То есть они эту фишечку, которая сюда вставляется, они ее обкусывают. И ставят вот такие на термоусадку, такие вот фишечки. И все это прекрасно работает. Забыл сказать, что вот эти еще делятся. Контакты назад. Контакты вперед. У одного контакты сзади. Относительно крыльчатки. У второго контакты спереди. Относительно крыльчатки. Бывают такие случаи, что не дотягиваются по проводке. И приходится именно искать, чтобы контакты были спереди. Или чтобы контакты были сзади. Но зачастую мастер едет на заявку. У него всегда три самых дешевых, самых ходовых насоса. Это насос с креплением на винтах. Клеммы раздельно. Это насос на трех защелках. Как правило, это бошевские машинки. Клеммы могут быть вместе, могут быть раздельно. В зависимости от того, что подешевле. И на восьми защелках. Остальное уже там четыре винта. Пять защелок. Еще сколько-то. То есть, какие-то там вот такого специфического характера. Это уже частные случаи. И они встречаются крайне редко. То есть, мастер в основном с собой возит на заявку вот такие. И не важно. Это там стиральная машинка. Бош. Самсунг. Кэлджи. Еще что-то. Вот у него такой набор насосов. Вам он скажет, что это итальянские насосы. И отчасти он будет прав. И ставит. И они все работают. Теперь давайте разберем, как проверить сливной насос. На исправность как его проверить. Прежде чем понять, как его проверить. Да, давайте посмотрим, как он устроен. Вот для этого мы возьмем, давайте, вот такой насосик. Они бывают в версии вот такой. То есть, это три винта. Клеммы назад раздельно. Самый популярный насосик. Самый дешевый. Также может быть точно такой же. Один в один. Также клеммы раздельно. Но, смотрите, в одном случае обмотка медь. В другом случае обмотка алюминий. Многие предпочитают, говорят, что не, мне алюминиевый не надо. А, да мне, давайте медный. Статистики нету. Потому что лучше, медь или алюминий. Нету такой информации, что кто-то начал ставить алюминиевые. И они стали гореть. Нет, ребят. То есть, это игра производителя больше и предрассудки. Нежели действительно актуальная, 100% проверенная информация. Нельзя утверждать, что медные насосы лучше, алюминиевые хуже. Или наоборот, алюминиевые лучше, медные хуже. Нет, такой информации нет. Мастера берут и такие, и такие. У нас продажи идут и таких, и таких. Хотите перестраховаться как-то, есть какие-то у вас домыслы, ну, берите тогда медь. Там разница в 50 рублей, в 100 рублей. Хотите подешевле, большие объемы у вас, берите алюминиевые. Тоже проблем с ними нету. То есть, каких-то системных ошибок нету. Давайте возьмем алюминиевые, и сейчас ее расковыряем. Я уже показывал, что у нас за колечко. Дальше я попытаюсь сейчас достать. Вообще, они не разбираются. И ремонтировать их не желательно. Наверное, нам крыльчатка не даст. Ну, сейчас попробую. Их цена настолько дешевая, что нету никакого смысла их ремонтировать. То есть, у нас, если не ошибаюсь, они до 400 рублей. Я сейчас раз фигачу крыльчатку. Блин, мне бы дримли, конечно. Я бы вам лучше показал. Сейчас сделаем. Снимаем модуль индикации. Дальше у нас есть вот один у нас крепежный элемент. Вот эта передняя панель. И вот второй. Здесь даже есть антивибрационная такая-то, чтобы не шумело. Скорее всего, у них здесь терло. Вот в этом месте. И, скорее всего, они продумали. И вот сюда такую резиночку стали клеить, чтобы ничего не терло, ничего не скрипело. Видишь, какие продуманы. Не то, что индицит. Если мы снимем эту панель, что у нас произойдет? У нас не даст вот эта резинка. Эту резинку нужно отсоединить от передней панели. Здесь у нас находится пружинка вот такая. Колечко и пружинка. Мы берем вот такую тоненькую отверточку. И вставляем в одно колечко. Тянем. И вот так вот у нас выходит крепежный элемент. То есть, видите, здесь у нас кольцо. Оно просто подпружинено. И оно прижимает резинку. Вот здесь вот за это цепляет, за этот бортик. Дальше мы его в сторону. А резиночку как бы заправляем вовнутрь. Все. У нас вот эта панель, она почти готова к тому, чтобы ее демонтировать. Но есть еще устройство блокировки люка, вот здесь вот. Которое мы будем отсоединять в процессе демонтажа панели. Очень внимательно старайтесь это не повредить. Так, ну давайте откручиваем сначала верхнее. У нас уже у нас отходит. Один. Откручиваем второй. Так. Прикрыли чуть-чуть. И нижний откручиваем. Некоторые модели стиральных машин, где насосы меняются через переднюю стенку. Ну, я предпочитаю менять через переднюю стенку. Кто-то и через зад умудряется. Ну, близорукость можно удалять тоже через переднюю часть. Да, можно и... То есть, ну, надо... Лезвие длинное. Это шутка такая. Когда откручиваете, старайтесь контролировать процесс, чтобы у вас вот эта вот штука не упала. Потому что если люк разобьется, стекло вы такое вообще нигде не найдете. И нигде не закажете. Но в большинстве случаев производитель думает об этом. Я надеюсь, я это тоже подумал. И делает специальные подвесы такие, чтобы дверцу повесил. Открутив болты, она не плюхнулась просто-напросто. Ну да, вот видите, она болтается. Ну, по крайней мере, не плюхается, да? То есть, мне надо вот с этих крючочков снять, вот эти крючочки. Дальше я ставлю на одну, на один уголок. И видите, здесь у нас проводочки идут. Эти проводочки надо аккуратненько демонтировать. Прямо вся блокировка. Давайте я не буду мучиться. Я прямо отблокировку откручу. Чтобы у нас ничего не разбирать. Здесь два болтика. То есть, мне на данный момент проще разобрать вот эти два болтика, открутить. Видите, у нас блокировка снимается. Передняя панель снимается. Блин, ты посмотри. Но она даже здесь какая шумоизоляция. Толщина какая в этой шумоизоляции. Понимаешь? Я хочу сейчас разрезать крыльчатку вот эту. И показать, почему она вот как бы... Вот смотрите. Вот я веду. Вот здесь. Оп. В какой-то момент усилие как бы большое. Ее как бы так вот подтряхивает. Что это такое? Зачем это вообще надо? Что это у нас с насосом происходит? Дело в том, что в большинстве случаев в производителе, допустим, компрессора или же двигатели для стиральных машин. Ну, то есть, многие, кто делает такое понятие, как пусковые и рабочие обмотки. В электродвигателях есть такое понятие, как пусковая обмотка, рабочая обмотка. Для чего она нужна? Вот смотрите. Возьмем бетонный такой шар. Вот такой большой бетонный шар. И вам его нужно перекатить. Для того, чтобы сдвинуть вам вот этот шар, начать движение, вам надо больше силы приложить, нежели чтобы поддерживать, просто чтобы он катился. То есть, берем шар, начинаем вот... Вначале тяжело, а потом, как он пошел, вам легко. И он катится нормально. Для этого и существует во всех двигателях пусковая обмотка, рабочая обмотка. Здесь все упрощено, все сделано так, что не проходная по деньгам будет такая конструкция, которая бы сочетала в себе и пусковую, и рабочую обмотку. Но стартовые токи, вот эти крыльчатки, хоть она и в воде вращается, но все равно должен быть какой-то разгончик, должна какая-то быть первая передача. И в качестве этой первой передачи у нас выступает конструкция вот этой крыльчатки. Конструкция этой крыльчатки так сделана, что она чуть-чуть как бы проворачивается. Для чего это сделано? Чтобы в начальный момент статор успел разогнаться чуть-чуть, и потом он только подхватывает крыльчатку. Зачастую вот эти крыльчатки разбиваются. То есть, вот эта вот конструкция их, она разбивается, и вот эта крыльчатка свободно вот так вот болтается, она чуть не вываливается. Естественно, такой насос уже все. смотрите я вам покажу наглядно что мы что я имею ввиду всеми этими словами то есть я подключаю 220 вольт вот у нас провод я буду так держать вы смотрите будет он не стартует то есть но если я поставлю к примеру отвертку так вот старт и вот этот момент он за счет конструкции этой крыльчатки один из способов в том числе проверки сливного насоса включили вот так крутится никаких посторонних звуков я сейчас дам послушать вам то есть ровный звук без каких-то хулюпаний каких-то перекосов еще чего-то так давайте распилим крыльчатку посмотрим что же у нас там внутри вот у нас две половинки и смотрите что у нас здесь какая конструкция у нас здесь шток который так вот крутится да и он имеет вот такой вот выступ вот этот выступ ударяет вот в этот резиновый димпфер вот у нас внутри вот этот шток вращается и он у нас как бы чуть-чуть дает ему стартовый какой-то момент вот этот димпфер дает возможность подхватить основную нагрузку на крыльчатки в тот момент когда он уже под разогнался то есть чуть-чуть он начальный момент преодолел сам якорёчек да и дальше он уже димпфер его и уже за собой крыльчатку то есть вот такая как бы типа обгонной муфты не обгонной муфты и вот такая конструкция дальше мы его разложили да можно кстати попробовать включить скорее всего у нас без проблем заработает а кстати пока не забыл прикольную вещь хочу показать так с розетки у нас отключена вот смотрите вот я кручу этот димпфер он раз 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 и проворачивает да теперь я сниму катушку вот я снял крышечку вот у нас сходит катушка то есть у нас катушечка внутри находятся пластины как в любой в любом подобном приборе сюда подключать 220 здесь создается некое магнитное поле за счет того что ток переменный магнитное поле здесь меняется и здесь находится якоречек который вращается за счет и переменного тока у нас катушку сняли и смотрите что у нас сейчас происходит видите прикол то есть он у нас вращается свободно вообще ну то есть никакого никакой нагрузки то есть он так сняли мы сальник да то есть это можно можно сказать что это пластиковый такой сальник да вот и теперь мы хотим снять сердечник вынуть вот у нас вынулся нас сердечник и смотрите если его сюда вот наша наш сливной насос вот так вот он с крыльчаткой такая крыльчатка так вот он выглядит и так вот он вращается интересно что что будет если сейчас напряжение подам по-любому надо не повторяйте это дома там бла-бла-бла-бла а по-любому вы повторите вот но это опасно для жизни трюк выполнен профессионалами сейчас что-нибудь разлетится где-нибудь я потом на видео посмотрю чтобы а то я так не хочу смотреть что ничего не буш закусывает его да и все я думаю хоть разлетится у нас будет миллион просмотров не ничего нет то есть если сделать так чтобы он не примагнитивался ни к какой поверхности то есть вот как-то вот так его закрепить то он будет у нас вращаться то есть вот у нас магнитик вот у нас катушечка вот у нас сам корпус вот он у нас вот так вот устроен мотор сливного насоса мы узнали как он устроен давайте теперь узнаем как проверить для этого нам потребуется во-первых мультиметр ставим в положение прозвонки лучше конечно в положение омы и прозваниваем вот эту катушечку то есть у нас как видим здесь медяшка и она не должна быть нигде замкнута 271 ом многие начинают писать что а у меня 260 и это значит неисправен надо менять надо дружище подожди ты досмотри это видео до конца там много полезной информации здесь мы меряем 329 ом это медь это алюминий здесь не знаю что с медиахом 150 ом кстати меняется как-то сопротивление если сколько у нас было 270 ом да а так тоже 270 ну да тоже 270 бред если бы у меня физику я знаю плохо так что может и менялся бы так дальше здесь 230 230 230 ом а в ваттах у нас написано 34 ватта здесь у нас написано 30 ватт и по идее должно быть больше чем у этого чем больше ватт да тем меньше сопротивление 203 да а здесь у нас 230 33 ого нифига себе не работает моя теория на самом деле все очень просто мы меряем активные сопротивления а не индуктивные и измерять так ватты и пересчитывать это крайне неправильно 147 ом то есть они все примерно сливные насосы от 100 ом до там 350 ом окей нормально не нужно к этому цепляться дальше нужно вам нужно определить только то что нету кардыша то есть если мы ставим на прозвонку пищалка так пищит так не пищит все кардыша нету чуть-чуть пикну и все окей тоже окей как бы ну может быть чуть-чуть если вот там в зависимости от модели мультиметра может чуть пикнуть то есть нету у нас никакого короткого замыкания все окей не надо придумать изобретать велосипед дальше что мы делаем дальше мы берем этот насос подключаем к нему 220 вольт но сначала мы проверяем мультиметром нет ли карантыша так проверяется насос включаем в розетку крутится отлично попробовали пальчиком подержать но так чтобы он вам ногти не сломал если он вырывается то есть все отлично то есть он работает но даже после такой проверки нельзя сказать что насос работает его нужно проверять под водой с нагрузкой то что двигатель у автомобиля гудит это не значит что машина хорошо едет то есть может такое быть что насос у вас крутится но под нагрузкой он не крутится или крутится через раз такой тоже может быть и это неисправность именно насоса я хочу еще вам показать что у нас здесь 0,2 ампера сейчас будет даже почти ампер почти ампер хотя написано где-то я видел 0,2 ампера ну не знаю как они меряют в мой прибор который конечно же не отличается супер качеством но показал почти 1 ампер блин ты посмотри но она даже здесь какая шумоизоляция толщина какая этой шумоизоляции понимаешь то есть вот она конструктивно офигенская машина спрашивают люди постоянно какую машину купить какую дорогую какую ну то есть вообще без разницы как называется то есть покупать дорогую стиральную машину и будет все хорошо потому что она вся в шумке все сделано все нормально камни нормальные не какая-то вот ну блин ну классно что классно на этой машинке два насосика один насос это насос слива то есть вот он у нас а второй насос это насос циркуляции вот он то есть он берет отсюда же воду идёт 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 и она у нас сюда чтобы вода как бы не застаивалась она дополнительно её гоняет вот сюда. Эта технология уже давным-давно применяется, но вот, к примеру, все хвалят Samsung, типа Samsung, хорошие машины, у них есть функция EcoBubble. Вот функция EcoBubble, вот это один в один вот эта технология. Только вот этому AEG там 20 лет, да, вот, а EcoBubble там 5 лет, и это новинка, ноу-хау, пенный генератор, понимаете, то есть они просто закручивают те фишки, те функции, которые по умолчанию в брендовой технике они всегда были. Два одинаковых насоса, один стоит на циркуляцию, второй стоит на слив. То есть, все, ничего у нас, такого-то изобретения нет. Дальше мы смотрим, как у нас крепится сливной насосик, он у нас крепится снизу на специальной пластине. Оп. И мы его вот так вот аккуратненько можем достать. Так, вот у нас насос. Прежде чем все это действие начинать, обязательно отключите от розетки, снимаем один провод, снимаем второй провод, и дальше проверяем наличие болтиков. Болтиков у нас здесь нету, но есть вот здесь, вот видите, такая заглушечка, то есть, которая не будет давать насосу провернуться. здесь насос у нас вот видите, он то есть раз, и он в нее уперся в эту штукенцию. Соответственно, мне надо ее поднять. Оп. Видите, он дальше у нас пошел проворачиваться этот насосик. Провернулся. Оп. И у нас вот он наш насос. То есть, поняли. вставляем, смотрим, где у нас защелточка, которая не дает ему самопроизвольно. Отгибаем защелточку, аккуратненько проворачиваем, и он у нас вынимается. Все. То есть, этот насос три защелки. Здесь написано 30 ватт. Ну, три защелки, 30 ватт, клемма назад, раздельная. То есть, заходите на наш сайт, выбираете три защелки, смотрите на трех защелках, они, я не помню, сколько по цене, ну, что-то порядка 460, 500, вот, ну, где-то так, вот, в такой ценовой политике эти насосы стоят. Что из интересного еще здесь есть? Здесь есть датчик вот этот пенопластовый от протечки. То есть, зачем здесь они делают поддон? Потому что европейцы заботятся о безопасности своих пользователей, своих жителей, да, и здесь они делают поддон, и форма такая специальная, чтобы вода вся, если она есть, если она откуда-то капает, она вся стекала в серединку, там стоит пенопластовый поплавочек, который в случае подъема уровня воды всплывает, и замыкает здесь контакты. Эта информация идет по этим проводам на модуль управления, и модуль управления говорит, опа, ошибка там, Е49, протечка воды в поддон, то есть, все, останавливаем машинку, мастер приходит, видит Е49, ага, значит, где-то у нас подтекает, смотрит манжету, патрубки смотрит, эти патрубки, наливные патрубки, то есть, все смотрит, проверяет, бак может быть пробитый, и так далее. Мастер уже на месте все ремонтирует. Вот мы с вами поменяли насос, можно для наглядности еще и поменять вот этот циркуляционный насос, давайте его открутим, он точно по такой же системе меняется, только здесь у нас есть один крепежный саморезик, блин, они вот как они так делают, ну блин, ну это же классно, ну почему, то есть, они вот эти насосы, они же вибрируют, это же основной источник там звука, вибрации, какого-то, этот, какого-то, и смотри, какой прикол, они у них стоят на вибрационных резиночках, то есть, вот здесь эти резиночки, то есть, конструктивные, он как бы как на подвеске такой стоит, какие-нибудь там хайер, да, они вообще не заморачиваются, смотри, там точечная сварка, вот заморочились, именно вот, чтобы вибрации убрать, чтобы какие-то этот, как он, сейчас мне правда напишут, покупатели хайер, да, ну, ребят, ну купили и купили, что теперь, как бы, ну купили вы этот хайер, ну что поделать, все, сушите весла, запчастей нету, ремонта никто не знает, как делать, как бы через 2-3 года эти китайцы вообще уйдут с рынка, то есть, здесь у нас датчик протока, который показывает, циркулирует ли вода у нас в процессе, да, вот, и также вот у нас еще один насосик, тоже с улиточкой, циркуляционный только, да, и также у него есть, вот здесь, защелточка, да, которая позволяет нам, точнее не позволяет нам его демонтировать, давайте отключим, то есть, вот у нас насос, мы чуть-чуть повернули, поставили, хоп, вообще классный, этот как он, это другая модель, вообще, я вас обманул, друзья, я думал, здесь одинаковые, нет, нифига, смотрите, они абсолютно разные, то есть, у одного крыльчаточка малюсенькая, вообще микропиздерическая, у другого такая большая, вот этот циркуляционник, у которого микропиздерическая крыльчаточка, соответственно, он делает маленький поточек, то есть, чтобы здесь вода не фигачила, как на слив, то есть, красавцы, красавцы лайк, а егешечка вам лайк, если хотите рекламная интеграция, а ег, как бы, все, я согласен, я вот, не согласен с какими-то дешевыми, это как он, нет, на самом деле, мы ни с кем не сотрудничаем, ни с какой рекламной, этот, как он, нам вот, вот вчера я буквально отвечал, Мидея, что, ребят, извините, как бы, нет, потому что, начинает свои условия диктовать, свои какие-то там, этот, а вот надо вот так показывать, а не вот так вот, нет, ребят, мы не сотрудничаем, ни с какими рекламодателями, единственный наш рекламодатель, самый проверенный, самый главный, это, Техномаг, запчасти для бытовой техники, вот, короче, собираем все в обратной последовательности, никаких здесь сложностей у вас не должно возникнуть, поехали собирать обратно все. Так, мы рассказали, как устроен, как проверен, как проверить насос, а теперь давайте поговорим о том, как проявляется, вот, неисправность сливного насоса. Итак, для большей наглядности мы сделаем небольшой эксперимент, реквизиты достанем, вот, а я пока хочу вам показать вот такую модель стиральной машины, которую мы напечатаем на 3D принтере, и в одном из следующих видео мы ее прямо запустим, то есть внутри будет вращаться барабан. Сейчас я вам хочу рассказать, вот, показать, что вот так вот устроена стиральная машина, вот без стеночек, да, и сливной насос всегда находится снизу. Вопрос в том, как его достать, то есть кто-то откручивает, типа, заднюю стенку, кто-то откручивает переднюю стенку, кто-то не откручивает ни заднюю, не ложит на бок, и снизу его демонтирует, в зависимости от конструктивных особенностей конкретной стиральной машины. Для этого мы вначале приходим, к машинке подходим, нагибаем, смотрим, если дно у нас пустое, вот здесь оно закрытое, да, если оно пустое, его нет, естественно, лучше положить, и вот у нас насосик здесь, мы его здесь ремонтируем. Если у нас дно закрытое, соответственно, мы снимаем уже верхнюю крышку, и на верхней крышке смотрим, где у нас насосик, так, ага, он здесь, или он здесь, да, вот, но в большинстве случаев сливные насосы находятся на передней части, то есть, но бывает так, что к нему можно подлезть только сзади. Тут уже надо смотреть, снимается вот эта передняя панель, или же не снимается, есть сзади крышки, или нет. В зависимости от того, какой бренд, какая машинка, и нужно это демонтировать. На некоторых машинках, допустим, вот, электролюкс, да, там вообще половинка корпуса вот так вот отделяется, и вот оно прямо все так удобненько. На некоторых приходится там погеморроиться. На некоторых есть вот такая панелька, которая отдельно снимается, и тоже получаем доступ к насосу. Но всегда он находится снизу. Давайте посмотрим, как он работает. Для этого мы подготовили вот такую вот байду. Что это у нас такое? Это у нас имитация бака стиральной машины. Мы прикрутили ножки, и, соответственно, вот так вот будем переворачивать, и у нас вот в этот патрубок будет вода самотеком поступать, и к этому патрубку мы уже поставим улитку, к улитке прикрутим сливной насос, а к выходу улитки оденем сливной шланг, и шланг уже куда-то подцепим. Давайте все это соберем, и посмотрим, как у нас это все дело заработает. Сначала соберем сливной насос из мотора и улитки. Одеваем колечко. Мы собрали вот такую конструкцию. Здесь у нас бутылка, сливной патрубок, улитка, насос, подключен 220 вольт, пока не подключаем. Я хочу вам показать одну из ключевых неисправностей. Когда вот этот шланг, именно срез шланга опускают ниже. Смотрите, что происходит. Вот у нас уровень воды, вот у нас шланг, да? Вот если я буду опускать ниже, 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 Background. Смотрите, ничего вообще не происходит. До тех, сейчас она если потечет, то ее уже почти не остановить будет. Опускаем, затекло. То есть зачастую даже кто-то делает перегиб вот так вот Говорит, типа Ну перегиб же выше уровня воды, да? Но, дружище, если вот оно уже потекло, вот этот срез шланга Если оно потекло, то оно так и будет течь Не важно, где перегиб, важно, где именно срез шланга находится Вот чтобы срез шланга находился в канализационной трубе выше, чем уровень воды в баке То есть вот у нас уровень воды Включаем наш насос, смотрим, как он у нас будет сливать Вот и остановил То есть вот у нас, включаю Вот такой у нас происходит слив Насос Ведро, ведро сейчас переполнится Триндец, караул То есть если шланг вставляется в трубу такого же диаметра Ну, такого же, либо труба замылилась и нету там свободного продуха То считайте, что вы просто нарастили вот эту трубу Вот эта труба, вот этот шланг, он может быть до 5 метров длиной Давайте еще раз включим, посмотрим, какой напор вверх Вот примерно такой напор у нас вверх Хорошо, что здесь никого не коротнуло, никого не убило Вот, но прошу вас не повторять эту процедуру, этот опыт, эксперимент дома У нас еще, кстати, осталась вода в шланге Я ее специально оставил Для того, чтобы показать, как чистить сливной фильтр Фильтр начинает откручивать Так, у нас сейчас отключено, отключено И вот здесь у нас в шланге Осталась вода Итак, как видите, доклажка у нас пустая Но если я шланг опускаю Эй, я шланг опускаю Там еще чуть-чуть есть воды Соответственно, когда вы меняете сливной насос Вам вот этот остаток воды из шланга, его нужно слить Либо вы ложите так, чтобы шланг был ровно вот так лежал И тогда у вас должно стекать все Ровная линия Если у вас где-то будет выше То здесь у вас, соответственно, останется То есть сообщающиеся сосуды То есть все плоско Но и даже при таком раскладе Все равно у вас вода чуть-чуть вот здесь останется Вот наш фильтр слива И когда мы его откручиваем Видите, все равно водичка потекла То есть нужно предусмотреть так Чтобы под эту водичку вы что-то подложили Либо подложили тряпочку Либо какое-то плоское корыце Чтобы у вас эта водичка стекла Ее здесь немного Но вот в шлангах остается В фильтре в самой литочке тоже остается Так что будьте готовы к тому Что если вы будете менять насос У вас чуть-чуть все подмокнет После того, как вы поменяли насос Ни в коем случае нельзя сразу же включать в розетку Чтобы у вас все это дело просохло Вы пишите постоянно под нашими видосиками вопросики И мы собрали вопросы По следым насосам Постараемся сейчас на них на все ответить Итак, если у меня гудит насос Как устранить проблему? Бывает такое, что это резонанс просто какой-то И конструктивный уже так устроенный И ничего с этим не сделать Даже новый насос ставишь Все равно он резонирует Но зачастую замена насоса Самой моторчика Это помогает Так, если черная не справлась По три подключения он не крутится Прокручивается То есть крыльчатка прокручивается Про крепление крыльчатки Мы рассказывали И крыльчатка крепится за счет такого димфера И зачастую либо димфер прокручивает Либо сама крыльчатка уже разболталась И такое часто бывает Именно проблема с крыльчаткой Насос под замену Если сопротивление 177 показывает Все равно не включается А управление насосом происходит Модулем управления То есть вы проверили насос Подзверили его отдельно 220 Он крутится Но в машинке он не вращается Такое часто бывает Виноват модуль управления То есть вы вызываете мастера Говорите У меня насос, к сожалению, не сливает Приезжайте, почините ко мне модуль управления Потому что именно модуль управления Дает напряжение на насос в нужный момент То есть виноват либо микроконтроллер Который не дает команду Либо те устройства Которые усиливают сигнал С этого микроконтроллера На открытие или закрытие На слив или не слив насоса Как проверить на работоспособность насос Если нет замерителя Под замерителем здесь, скорее всего Подразумевался мультиметр Вот я уже показывал Если такого мультиметра нет То вам нужен провод Как вот у нас с мамой и папой Только в разрыв вставить лампочку На всякий случай И если лампочка у вас постоянно горит То в насосе коротыш Такое редко бывает В основном он либо не крутится Либо крутится Либо рассчитывайте на автоматы Которые выбьют у вас в случае коротыша И здесь что-то чуть-чуть локально бахнет Вот, то есть лучше, конечно же Сначала проверить мультиметром на коротыш А потом уже только включать в розетку То есть сначала прозвонить Не звонит, не звонится Только после этого включаем в розетку Потому что высока вероятность Что у вас что-то произойдет Проверяем сначала на прозвонку Сопротивление 177, окей Подключаем, крутится И дальше нужно проверить Именно на машинке Бывает такое, что Не крутится 220 на него приходит Вы опять-таки приборчиком Проверяете, что когда вы ставили Выбрали программу слив И на него приходит 220 вольт Но вода не сливается То есть он не гудит То есть, соответственно Насосик, проблемка Именно его меняем Если нигде нет засора Так, как проверить Подскажите мне Стиралки Как снять насос Какой инструмент понадобится Сейчас все снимем В видео У нас стоит специально Подопытная машинка На которой мы показываем Рассказываем Как снять ту или иную запчасть Очистить и мыть Надо насос По В ТО То есть, как вот в машине Вы там меняете ремень Или Какую-то тормозную колодку Заливаете масло В стиральных машинах Ничего такого не предусмотрено Стиральная машина По идее Должна отработать у вас 10 лет Сломаться Вы ее выкинули Пошли в магазин Купили новую То есть, вот это цикл Работы в стиральной машине Чистить сливную помпу слива Без необходимости не нужно То есть Если вас вот не сливает То в первую очередь Чистите помпу слива А если все сливает Все хорошо Не на туда лезть Можно ли самому Обмотку перемотать Только не зная Сколько витков делать То есть, человек Хочет взять вот эту обмотку Тонюсеньким проводочком И перемотать Дружище Насос стоит 360 рублей У тебя просто миллиард Свободного времени Напиши нам Мы тебе работаем Ты нам статьи можешь писать Там больше платят Ну, я не знаю То есть, ну, блин Ну, это Перематывать Ты серьезно Ну, блин Ну, это бред полный Купи новый сливной насос Нету никаких 360 рублей Ты на эмаль провод Больше потратишь Чем на перемотку Этого насоса И сколько он должно быть? Еще раз Так как это катушка Индуктивности Измеряем мы Мультиметром Активное сопротивление Не индуктивное То есть, мы не можем Его померить И индуктивное сопротивление Вот этой катушки Соответственно Мы мерим Только активное И это, в принципе Не так важно Как важен Именно индуктивное сопротивление Которое зависит От количества витков И так далее Бла-бла-бла Померили Выше 100 Ом От 100 Ом До 350 400 Ом Окей Все нормально И дальше Можно включать в розетку И смотреть Что у нас происходит Не заморачивайтесь Конкретных цифр Так, скажите, пожалуйста Какой мультиметр нужен И не показывает Одно точное значение 270 430 Иногда ставлю 209 Сопротивление Вот это Зависит От температуры Окружающей среды От Модели Насоса Там Бла-бла-бла Это не принципиально Еще раз повторю Выше 100 Ом Меньше 500 Ом Окей Нормально Все Исправно И у вас Исправная катушка То есть Там есть Какое-то сопротивление Редкие случаи Бывают Что там оно есть И типа под нагрузкой Оно пропадает Но такое практически Я не встречал Так, вопрос Как выйти из пластика Уплотнительные кольца Бла-бла-бла Дополнительный фильтр Отстойник Для перекачки солярки Не знаю Совместим ли этот пластик В сливных насосах Для перекачки Солярки Я думаю Я думаю, что Да, совместим Но Никто не мешает Вам просто взять И собрать Такую же Еблу Которую мы Собирали Попробовать Перекачать И попробовать Сколько он у вас Отработает Главное Чтобы Емкость Откуда Вы Изымаете Скачиваете Да Как файл Скачиваете Скачиваете Солярку Главное Чтобы Владелец С этой солярки Я, во-первых, был в курсе Что вы Скачиваете солярку Ну и солярка Чтобы сверху находилась Чтобы насос Снизу находился То есть Она должна давить А он просто подталкивает То есть Нельзя насос поставить сверху Он не будет засасывать То есть Он должен стоять Именно в нижней точке Вода За счет силы тяжести Опускается на него А он крыльчаткой Ее проталкивает Длина вот этого Не больше 5 метров Я видел случай Когда там Порядка 15 метров Вот этот шланг Наращивали В частном доме Его на улицу Типа Я вот когда сливаю Я вот Стираю белье И этот шланг Прямо на улицу выкидываю И у меня Чтобы отстойник не этот Да Но насос они меняли Раз в год То есть Насос для этого Не предназначен 5 метров Максимум Так В одном видео Ремонтники Снимают Верхнюю крышку Там Лезут потом дальше В каких-то снизу В каких-то сбоку Я показывал На модели Конкретно Стиральной машины Что Насос располагается Всегда в нижней точке То есть Вот насос Вот улитка Насоса Улитка насоса Всегда находится В передней части То есть Для того Чтобы пользователь Мог подойти И этот фильтр Почистить Бывают редкие случаи Когда вообще фильтра нет Но это Единичные модели В большинстве своем Улитка всегда есть И фильтр можно почистить Там либо лючок Либо сразу такая дырка То есть В зависимости от модели И как правило Насос смещен В эту переднюю часть Откручивается Передняя стенка Окей Все классно Нельзя сказать Что там На всех самсунгах Она откручивается А на всех бошах Надо лезть сзади Нет В зависимости от модели И конструктивных особенностей Вашей машинки То есть Посмотрите Откручивается Если Значит откручиваете Если нет Пробуйте сзади Если нет Снизу Так Средний срок службы Насоса Средний срок службы Сливного насоса Стиральной машины Порядка Десяти лет То есть Если у вас Длина шланга Не длинная Если Вы Вынимаете Все из карманов Перестиркой Десять лет службы Гарантирован То есть Если насос у вас Каждый год меняется Или там Раз в два года Что-то Какие-то проблемы Не должны так Насосы Ломаться Если это Не Китайская Какой-то Шарпотреб Так Какие насосы Бывают Какие дефекты Бывают Вот по дефектам Давайте Подобщим По вопрос По дефектам Дефекты Какие бывают Первое Провернула крыльчатка Да То есть И сам насосик Крутится А сама крыльчатка Стоит То есть Якорь крутится А вот крыльчатка Стоит И соответственно Он не сливает Да Вот Второе Это катушечка Стоит Допустим Забьется Фитр Он крутится 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 Ну а здесь У вас засор И он крутится 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 Перегревается В какой-то момент И сгорает То есть Соответственно Сгорела Вот эта вот Катушечка Второе И третье Это просто Механический Износ Когда уже Все там Все уже Подшипнички Весь сикарек Все уже Разболтался Он то работает То не работает То опять работает То опять не работает То есть Такая не странность Говорит Сразу же Мастер приходит Говорит Так все Сейчас слил Слил До этого Клиент вызвал Говорит Не сливало Все Меняем насос И все Как правило Такие клиенты Потом не перезванивают И им потом Через полгода Год звонишь Как у вас Все нормально Все работает Он говорит Да Все работает Все замечательно Большое спасибо Так Чистить Как подобрать Мы рассказали То есть Кратенько Экспресс Так сказать Сделаем По подбору Первое Это Смотрим По типу крепления Три винта Либо Три защелки Либо Восемь защелок Крепление насоса Контакты Либо Относительно Вот здесь Корречатка То есть Вот у нас насос Контакты 220 Либо отсюда Подходит Либо отсюда Расположение Контактов Либо под фишку Либо раздельно Все В принципе Больше разновидностей Там они классифицируются Кучей еще всего Но в принципе Этого достаточно 25 ватт 30 ватт Блин Не принципиально Это Кто тогда Говорит Что Типа Вот 25 ватт И вместо них Там 40 ватт Ставить Модуля Летят Ну я такого Не встречал То есть Или же наоборот Там была 40 ватт Помпа Поставил на 25 И она не сливает Да я тоже Такого не встречал То есть Зачастую Мастера все берут 40 ватт Насосы И Ставят их Везде То есть Без разбора Показать Как разобрать Принцип работы Принцип работы Показали Как разобрать Показали А я надеюсь Вам понравилось Это видео Всего доброго Лучшего Подписывайтесь На канал Все Пока Друзья